Дорогие подписчики и вы проходившие мимо тоже вас приветствую. Сегодня в курсе строительной механики пойдет речь о линиях влияния. Точнее мы продолжаем эту тему и рассматриваем сегодня линии влияния в поперечном сечении К, то есть линии влияния QK. Ранее нами была построена линия влияния для реакции РА и для реакции РБ. Мы строили в предыдущем видео. Мы получили на своей опоре у нас единичка, то есть на опоре РА линия влияния РА имеет значение единица, на чужой опоре 0 и соединяем две точки прямой линии, получается линия влияния РА. То же самое с линией влияния РБ, но на опоре РБ, то есть на своей опоре единичка, на чужой опоре 0. Соединяем две точки прямой линии. Теперь перейдем к построению линии влияния для сечения К. Помним, что у нас мы строим линию, которая будет связана с перемещением силы F по длине нашей балки. Отвлекусь на скучную теорию, а в ней говорится следующее, что линия влияния это график изменения той величины, для которой она построена при перемещении силы F вдоль длины балки. То есть мы хорошо видим из рисунка, что когда сила F равна единичке, в данном случае будет находиться на опоре РА, мы получим реакцию равной этой силе, то есть единица. Как только сила переместится на опору РБ, реакция РА станет равной 0. Вот как только сила будет давить только на опору РБ, РА станет равной 0. А теперь на РБ станет значение равное самой силе. Вот в этом смысл линии влияния. Теперь посмотрим, как будет меняться поперечина сила в сечении К, если сила перемещается по длине балки. Линии влияния правильно начинать с построения или записи вот того закона, который обязательно нужно использовать. В балках его можно будет в меньшей степени запоминать, а вот для ферм без него обойтись не получится. Итак, что это за запись? Мы всегда пишем, что сила F равна единичке, например, находится слева от сечения К. То есть сила находится здесь, как изображено на рисунке. Естественно, когда она находится здесь, то нам удобнее рассматривать правую часть. Почему? Потому что когда мы будем рассматривать левую, у нас будет здесь две силы. При этом одна из них перемещается. А когда мы будем рассматривать правую, что из законов статики нам не возбраняется, то здесь будет всего лишь одна сила. Вот по этой причине мы пишем, что сила F равная единичке находится слева от сечения, а рассматриваем правую часть. При этом у нас размеры А, Б, Х надо для себя отметить, изменяется от нуля до А, то есть слева. А рассматриваем мы правую часть от сечения К, вот наше РБ. Для того, чтобы найти поперечную силу в сечении К, нам нужно вспомнить правило знаков. И записать, Q от Х равняется минус РБ. То есть линия влияния Q К будет равняться минус линия влияния РБ. Теперь нужно нарисовать. Линия влияния Q К. Рисуем то, что мы только что написали. Q К равняется минус линия влияния РБ. Минус линия влияния РБ. Значит, я здесь ставлю 0, здесь ставлю минус 1 и соединяю пока пунктиром. Первую половину мы сделали. А теперь вспомним, что сечение К у нас вот здесь. Рассматривали мы правую часть, но сила находилась слева. И поэтому Х изменялся от нуля до А. Поэтому вот этот график, который мы построили, действует именно вот в этих пределах. От нуля до А. Я соединил вот эти точки и навел только левую часть. То есть там, где действует сила F равна единичке. Следующий этап мы делаем сечение с противоположной стороны. Теперь наша сила F равна единичке находится справа от сечения. Рассматриваем мы теперь левую часть. Потому что здесь у нас всего лишь одна сила, когда мы рассматриваем левую часть. А с правой стороны их две. И одна из них еще и перемещается. Это менее удобно для записи, чем если мы рассматриваем левую часть. Из условий статики мы имеем право себе это позволить. Рассматриваем левую часть. РА сечения К. И вот здесь Q от Х равняется плюс РА по правилу знаков. То есть линия влияния Q К будет равняться РА с плюсом. Линия влияния РА. Что мы делаем? Мы берем и рисуем линию влияния РА. Как и в предыдущий раз. Ставим здесь единичка. И здесь 0. Здесь у нас пунктирная линия. И как и раньше. Х у нас изменялся. Так как мы рассматривали правую часть. Х у нас изменялся от 0 до B. И вот в этих пределах существует вот эта функция. То есть наводим мы ее только с правой стороны. Вот эта черная линия и будет линией влияния Q К. Для того, чтобы полностью обозначить все значения на линии влияния, нам нужно просто поставить значение в этих точках. Обозначим мы эту величину, которая находится сверху через Х. И составим обычную пропорцию, связанную с подобием треугольником или с тангусом угла. Противолежащий катет Х обозначил я. Вот этот катет прилежащий B. Дальше в большом треугольнике противолежащий катет единичка. И весь вот этот, вся длина А плюс Б. А плюс Б. Отсюда Х у нас выходит. Б разделить на А плюс Б. То есть вот это значение B разделить на А плюс Б. По аналогии с этим треугольником можно написать, что здесь будет значение А разделить на А плюс Б. Вот теперь линия влияния Q К полностью определена. И в зависимости от размеров А и Б мы можем нарисовать для любой балки в пролете, сечения К, где находится, вот такую линию влияния. Это шаблон, который мы можем использовать для балок в пролете. Вот и все на сегодня, что я хотел рассказать по поводу линии влияния Q К. В следующий раз мы затронем тему построения линии влияния М К. И закроем вопрос построения линии влияния для различных, наиболее часто встречающихся величин. На этом был рад с вами встречи. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.